ЧП произошло одновременно на 40-м и 48-м километрах автодороги Шахтерск-Башняково. В первом случае сильно пострадал 25-метровый участок дороги, во втором – отрезок длиной в 300 метров. Комиссия уже завершила обследование и признала аварийными оба. На передовую подготовке к ликвидации последствий оперативно вышла тяжелая техника. В связи с тем, что мы сейчас завозим грунт на расстоянии почти 100 километров, принято решение сначала формировать склад цепучих материалов и только после этого приступить непосредственно к ремонту работ для удобства жителей, чтобы срок непосредственно ремонта их работ сократить. Серьезные провалы образовались в результате разрушений земляного полотна. Его спровоцировали оползни. Точные причины явления еще предстоит выяснить, но уже есть предварительные версии. Например, сильные дожди и ветер, которых минувшей весной было много. Специалисты ставят под сомнение и качество самой дороги. С 1947 года эксплуатации полотно не ремонтировали ни разу. Во время самого обвала никто не пострадал, хотя последствия могли быть серьезными. Солидная часть полосы ушла в реку. На этом участке трассы проезжая часть сужена до одной полосы движения. Протяженность поврежденного полотна составляет 25 метров. Ограниченный режим движения на аварийных участках ввели с соблюдением мер безопасности. Маршрутный транспорт, а также школьный автобус на время проведения экзаменов для старшеклассников ежедневно будут сопровождать экипаж ДПС и дорожники. Моя задача сейчас, когда автобусы будут, школьные автобусы будут ехать, встречать их на эти опасные участки и сопровождать их, пока минуем эти участки. Восстановить дорожное полотно и вернуть привычное двухполосное движение подрядчики обещают к началу июля. На приобретение необходимого оборудования и работу специалистов из резерва областного бюджета направлено 45 миллионов рублей.